Традиции. Израильское политическое и военное руководство никак не комментировало инцидент в иранском городе на Танзе, где обогащают оружейный уран. И это несмотря на то, что иранское руководство уже объявило случившееся терактом, обвинило в произошедшем Израиль и обещало отомстить. Руководство Израиля молчит, однако это молчание совершенно неожиданно было прервано вчера государственной телерадиокомпанией КАН. Ссылаясь на источник в разведсообществе, корпорация сообщила о том, что к диверсии действительно причастен Израиль. И в воскресных драматических событиях так или иначе участвовала служба внешней разведки МОСАД. Очевидно, это был вброс. Израильские силовики нередко используют СМИ, чтобы сообщить то, о чем предпочитают молчать политики. Спустя сутки, похожая информация появилась на страницах Нью-Йорк Таймс. Участвовал ли МОСАД в диверсии? Этот вопрос один из журналистов задал в лоб Бенни Гансу, министру обороны Израиля. В ответ политик, как сообщают местные сетевые ресурсы, пообещал открутить репортеру Ору Хеллеру голову. Бенни Ганс рассердился, поскольку в этот момент принимал гостя из Вашингтона. Министр обороны США Ллойд Остин, впервые приехавший в Израиль, наверняка обсуждает с партнерами иранскую тему. Сам премьер-министр Беньямин Нетаньягу упоминает Иран в своих выступлениях чуть ли не ежедневно. Я, как премьер-министр Израиля, никогда не позволю Ирану заполучить ядерное оружие. Американский министр промолчал, во всяком случае перед камерами. И в этом суть происходящего. Администрация Байдена рассчитывает вернуться в ядерную сделку с Тегераном, в то время как израильское руководство настаивает на ужесточении санкций. А это значит, что ирано-израильская эскалация будет нарастать по мере продвижения дипломатических усилий Вашингтона.